На фестиваль ГТО учитель физкультуры Василий Дюнаев пришел вместе со своими учениками. Помогает им провести правильную разминку, подсказывает технику выполнения упражнений, контролирует, как они сдают нормативы, а также лично показывает, к какому уровню физической подготовки должны стремиться молодые ребята. Своим примером показываю, как нужно выполнять все виды испытания нормы комплекса ГТО. Я уже почти закончил, у меня осталось несколько испытаний. Это десятая ступень, в которой я думаю, что получить золотой знак. Фестиваль ГТО в парке Гагарина собрал любителей спорта всех возрастов, у каждого из которых свои нормативы для достижения золотого знака. Всего нормы сдавали несколько сотен человек, от самых юных до тех, кому уже за 60. Для горожан были доступны беговые дорожки, стрельбище и несколько площадок, где можно было сдать силовые упражнения, такие как отжимания, подтягивания, поднятие корпуса, прыжки в длину и подъем гири. В последние годы уделяется очень большое внимание развитию физической культуры и спорту, выполнению федеральных проектов «Спорт. Норма жизни» по увеличению численности, занимающихся физической культурой и спортом. И, конечно же, фестиваль, не фестиваль, а всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» является одной из составляющих всех этих мероприятий. Сдать нормы можно не только на сезонных городских фестивалях. В городе работают 13 муниципальных центров тестирования, которые круглый год принимают желающих сдать необходимые нормативы, показать свой уровень физической подготовки и подтвердить его значком из золота, серебра или бронзы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.